я рад приветствовать вас на моем youtube канале кухни для всех здесь мы готовим всякие разные простые домашние несложные и самое главное без заморочек рецепт который сможет повторить каждый из вас так сложилось что на нашем канале очень хорошо заходит грузинская кухня поэтому у нас сегодня очередной грузинский рецепт это будет густой суп грузинский чехиртма суп из курицы и из очень вкусно очень практично и как я сказал ранее очень просто и без всяких лишних заморочек прожимайте лайкосики думайте что вы напишите в комментариях по итогам просмотра этого видео граммовки смотрите в описании под видео но мы начинаем готовить поехали для начала мы возьмем целую курицу у меня она примерно полтора килограмма если быть точным то кило 600 разрезаем нашу курицу на 4 часть в нашем домашнем чугунном эмалированном казане уже практически закипает вода она примерно 90 градусов я это вижу по пузырькам которые поднимаются со дна мы в нашу воду отправляем 4 кусочка курицы а также отправляем туда 2 лавровых листика закрываем крышкой и варим наш бульон нашу курицу 1 час ну периодически делая все необходимые процедуры виде снятия пенки которая у нас будет образовываться на поверхности варим один час наша курица варилась больше часа я курицу вытащил в отдельную емкость чтобы она начала остывать нам нужно отделить ее от кости ну чтобы это было делать удобней и приятней чуть-чуть остынет пускай бульон я процедил через сито и отправил обратно в нашу кастрюлю сейчас он на слабом огне просто греется чтобы не остывал но а параллельно у нас уже разогревается сковорода с растительным маслом в которую мы отправляем репчатый лук нарезанный мелким кубиком обжариваем наш лук до состояния пока он не станет мягким и золотистым мы добавляем к нашему луку перетертый в ступке кориандр зерна я их размолол в ступке только что и отправляем кукурузную муку если у вас кукурузной нету можете использовать обычную пшеничную но я буду использовать кукурузную так вот потихонечку аккуратненько всыпаем нашу муку и начинаем перемешивать слегка обжарим муку с нашим кориандром и лук у нас хорошо прогрелась мука кориандр и соответственно уже почти готовый лук и теперь мы начинаем потихонечку добавлять наш бульон добавляем бульон и сразу перемешиваем добавляем сразу еще и так делаем до тех пор пока не достигнем нужной консистенции нам нужно чтобы вот этот наш соус был по густоте как сметана теперь мы наш соус отправляем в наш куриный бульон прям полностью и без каких-либо сомнений берем венчик и все это очень хорошо перемешиваем чтобы наш соус растворился в нашем бульоне возвращаем наше мясо курицы обратно в наш бульон от кости мы уже отделили и прям такими достаточно крупными кусочками все это дело распределили по волокнам отправляем полностью все мясо нашу кастрюлю сразу посолим наш суп здесь действуйте по своему вкусу ну и чуть-чуть поперчим свежемолотый перчик моем случае 5 видов перца перемешиваем чтобы наша соль растворилась и в таком режиме оставляем наш суп на среднем огне минут на пять а за это время подготовим все остальные ингредиенты берем примерно вот такую емкость и выбиваем сюда куриные петя теперь к яйцам мы выжмем сок лимона ну примерно с половинки если у вас лимона нету можете вместо лимона например использовать винный белый уксус ну на четыре яйца полторы примерно полторы две столовые ложки будет самое но мы будем использовать лимон выдавливаем через руку что вот как раз вот эти вот косточки если что остались на руке теперь мы берем венчик и хорошо наши яйца взобьем вместе с соком лимона тем времени наш суп закипел и мы отправляем в него хороший пучок кинзы мелко нарезан убавляем огонь чтобы наш супчик прям вот теперь еле-еле томился ну и конечно же перемешаем чтобы наша кинза распределилась по нашему супчику а тем временем продолжим заниматься яйцами и как раз у нас пройдет пару минут как кинза даст всю свою ароматику в наш суп я на этапе процеживания бульона пару половничков отлил в сторону чтобы наш бульончик остывал вот он сейчас еле-еле теплый и мы потихонечку начинаем его добавлять во взбитые яйца продолжаем хорошо перемешивать и прям вот потихонечку добавляем наш бульон ну и теперь у нас остался самый последний и возможно самый ответственный этап приготовление нашего супа нам теперь тоненькой стройкой аккуратненько наше яйцо нужно добавить в наш суп хорошо при этом сразу перемешивая прям вот по чуть-чуть аккуратненько чтобы как можно меньше хлопьев у нас получилось из яйца погнали собственно говоря наш суп практически готов нам сейчас нужно накрыть его крышкой и уже без огня ну у нас кастрюли чугунная чтобы он хотя бы минут 7-10 постоял и просто отдохнул а сейчас посмотрите какой он примерно у нас получился под консистенции такой вот у нас получился достаточно густоватый куриный с яйцом супчик давайте пробовать эту вкусняшку но говорят что этот суп считается праздничным вот но можно его и в обычной будни использовать когда захочется ведь каждый день можно себе праздник устраивать ну что давайте пробовать прям очень насыщенный бульон знаете вот прям не насыщенный вкусами когда-то много специй или еще что-то а насыщенный в плане наваристости то есть он прям такой вот с первого попадания в ротовую полость ты сразу понимаешь что этот пипец какой сытный и полотный суп прям не добавить не убавить а за счет того что здесь очень большое количество курицы и в принципе особо ничего больше нету в нем и есть эксклюзивность вот сейчас бы еще лаваш тепленький прям в прикусочку с этим супчиком это просто сказочно такая прям найти вот мысли по-русски я даже сказал это после праздничный как-то найти супчик с утреца проснулся и похлебал вот так вот после праздника разогрел прямо организм очень рекомендую всем попробовать готовить как вы увидели вообще не сложно очень просто и легко поэтому берите этот рецепт на заметку смело его используйте и радуйте себя и своих близких по праздникам и хоть каждый день ну а на сегодня всем пока ставьте лайки обязательно ставьте лайки обязательно пишите комментарии а еще обязательно будем учиться новым фишечкам это распространять это видео добавляйте свои социальные сети на страничке отправляйте друзьям личные сообщения на ватсап вот куда хотите куда читаете нужно туда и отправлять путь как можно больше людей посмотрит это видео вот как то так я буду благодарен каждому из вас за хоть какие-то малейшие движения и помощь в развитии моего канала я стараюсь готовлю показываю вам рецептики но вы просто проявите чуть-чуть активности и все будет очень круто но на сегодня всем пока живите вкусно пусть у вас все будет хорошо пока пока и Продолжение следует...